Ну а у нас есть такая замечательная рубрика советский чемодан, а вот что сегодня в советском чемодане поселилось, давайте узнаем прямо сейчас. Новый год продолжает практически ломиться в наши двери, от него никуда не спрячешься. Продолжаем открывать наш чемоданчик, доставать оттуда необычные или наоборот обычные предметы. И естественно, если говорить об новогодней игрушке, все-таки мы, несмотря на то, что эту историю уже довольно волно осветили, многие выставки, многие музеи, вот так вот примерно выглядели советские новогодние игрушки. Это еще до военного времени тема пошла, тут явно видно, что это такая пропаганда, в общем-то, ну достижение, действительно достижение нашей такой летной индустрии, дирижабль, который гордо висит на елке. Стартанул он еще до войны, но ее продолжали и после войны выпускать. У некоторых даже дома до сих пор еще они лежат, мощь советская, мощь этой игрушки. Но сегодня довольно кратко я бы хотел остановиться именно уже об игрушке 70-80-х годов, именно тот период, который, в общем-то, и предпочитает наш музей. Вот наше детство пришлось именно на то время, когда в магазинах продавались в 80-е годы именно вот такой Дед Мороз, собственно, он не является редким, распространенная игрушка. Конечно же, матрешечку можно было купить в магазине. Персонаж, может быть, это мультяшный, а может быть, это просто какой-то фантазийный образ. Снеговик, естественно, но просто не было, видимо, потерялась оригинальная крепежная часть и просто кто-то так остроумно приделал вот такую лавку. Ну, в принципе, мы не стали менять историю, мы не стали вторгаться в ход истории. Вот это вот довольно старенькая игрушка, это вот так, мишка на севере, но она, в общем, вне комплекта у нас. Очень популярны были, конечно, темы какие-то вот именно связанные с животными, в данном случае, медвежонок, он уже не северный. Явно видно, что один такой южный, второй северный. Цвет отличается. Мальчик гуденовец, замечательно, хорошо, что эта тема и дошла, в принципе, она до перестроечного времени. Для начала 80-х годов, в принципе, еще можно было купить вот такие вот сюжеты. И, кстати, очень много в 80-е годы появились всякие шишки какие-то вот такие, ну, скажем так, я не знаю, почему это так было популярно, но какие-то шишечки и прочие какие-то кренделя там и просто шарики, они популярны, но, слава Богу, еще тема не совсем победила, и еще мы можем увидеть непростая шишка, да, шишка с человеческим лицом, скажем так, да. Вот это вот довольно старая тема, вот эти изделия из таких вот шариков, трубочек. Ну, на самом деле, часто что-то делалось, или звезда какая-нибудь, или в данном случае, ну, наверное, конечно, это ракета. Кстати, привет автомобилистам. Обратите внимание, светофор. Удивительная вещь. Вы посмотрите, какой гибрид. Это просто торжество советского арта, соцарта. Обратите внимание, одновременно и елка, и снеговик, а на самом деле, светофор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова